Дорогие зрители, сегодня мы поедем в Аланью. Я не сомневаюсь, что все вы наслышаны о ней, многие там побывали. Надеюсь, что видео будет одинаково интересным и тем, кто там был, и тем, кто слышал, но еще не было возможности увидеть этот удивительный, по-настоящему интересный город. Начну с тем, что на момент монтажа этого видео предыдущее видео о поездке в Писидио просмотрено свыше 500 раз, что два раза больше, чем турецкий вариант. Спасибо вам большое. Ставьте лайки, сердечки, пишите комментарии. А теперь вернемся к поездке в Аланью. Несмотря на то, что Аланья является уездом Анталии, ее называют городом, ибо население почти 400 тысяч человек, 40 тысяч из них иностранцы, которые имеют собственность в Аланье. А сами жители давно хотят, чтобы Аланья стала городом. Как всегда, наша поездка начинается перед палатой гидов Анталии. Время отправления 7 часов утра. Примерно через 2 часа мы будем у входа в музей Аланья. Кто еще не побывал там, советую. Ибо в последние годы в регионе ведутся интенсивные раскопки. От этих мест буквально тикут новые находки. Когда едешь в Аланью, две вещи всегда привлекали мое внимание. Первая, вот эта ответственная скала. Слава интернету, я выяснил, что там есть станция наблюдения за лесными пожарами. Когда-нибудь надо съездить и посмотреть оттуда. А вторая интересная вещь, это отдельно стоящая скала. Даже издалека видно, какая она большая. Тоже заслуживает внимания смотреть поближе. Вот и подъезжаем к Аланью. Наша поездка начинается с музея Аланья. А на канатной дороге покатаемся скоро. Пока ждали в саду, перед музеем, предтресса музея Сехер-Ханам неожиданно проехала мимо меня на велосипеде. К сожалению, я не мог поймать этот момент. А было бы здорово, ибо велосипед и Аланья нынче почти синонимы. О музее нам рассказывает Сехер-Ханам, директриса музея. История Аланья начинается 20 тысяч лет до н.э. Об этом говорят находки, найденные в пещере Каду-Ини. В музее на них посмотрим. В древности тут жили коренные жители Анатолий, любвицы, которые называли город Курокаса, что в переводе звучало как город на выступе. Это название, эллинистическая эпоха, превратилась на Курокесион. А в римскую эпоху Курокесиум. Во время Византийской империи ее называли как Калонорос или Калонорос. Его имя в очередной раз изменили в Алайю от имени сельчугского султана Алейдина. Итальянские купцы ее называли как Канделория или Карделоро. Вы думаете, что это закончилось? Нет. Входит городская легенда. Мол, после посещения отодорком города в 1935 году, сюда была отправлена телеграмма. Название города там было написано ошибочно, как Аланья. С тех пор ее так и называем. Так что никакой связи Аланьи в Российской Федерации. Ну ладно, вернемся в музей. Вот фотографии с находками из пещеры Кады-Ини. Эти находки из каменного века, примерно 20 тысяч лет тому назад. Дальше я покажу экспозиции, независимо от временной шкалы. Все захватить невозможно было. Я сделал выборочную съемку. Поверьте мне, я вам покажу самые важные экспонаты. Но самому хоть один раз стоит сюда сходить, чтобы своими глазами посмотреть. Продолжаем. В первой комнате есть рисунки детей. Они нарисовали то, что видели. Тут все правильно сделано. Все начинается с детства. Цилиндрическая печать. По рисунку мне кажется шумерская. Об этой мраморной табличке с надписями надо поподробнее рассказать. Как мы знаем, кириллица основана на греческом альфавите. И вы можете прочитать, что здесь написано. Но ничего не поймете. Не потому, что вы не знаете греческий язык. А все, что здесь видите, написано на турецком языке. Только с греческими буквами. Попробую объяснить. Дело в том, что до образования Атаманской империи в Анатолии были отдельные мнигосударства. Одно из них назывался Карамануллары. То есть сыновья Карамана. Часть населения говорила на языке Караманлы. И они были православными турками. Да, среди турков есть народы, которые приняли христианство. Вот они и говорили на своем турецком языке Караманлы. И писали греческими буквами. В этом регионе много таких надписей. А вот эту табличку оставили Караманлы, которые были созданы в Грецию в ходе обмена. Они этнически были турками, но из-за религиозной принадлежности их отправили в Грецию. Правда или нет, не знаю, но у премьер-министра Греции фамилия Караманлис. И якобы его предки были среди тех Караманлы, которые были сосланы из Турции. Эта мраморная табличка была на стене церкви святого Георгия. Тут написано, что церковь всегда тут стоял и ремонтировался в 1873 году силами православной общины. Подпись «Савва, сын Мануэла из Аллаи». Этот фронтон тоже когда-то украшал церковь, а святого Георгия мы все знаем. Смотрим находки от разных эпох истории Алланьи. Вот этот каменный блок интересен тем, что на нем, на разных сторонах, есть надписи на финикийском и лювийском языках. О лувийцах вы помните, коренные жители Анатолии. На этом блоке надписи появились в 625-600 годах до н.э. А эта грамота была выдана в 138 году н.э. ветерану-войну Римской империи. Этот документ – своеобразный вид на жительство в Памфилии с правом женитьбы совместной женщины. А вот эта мраморная стела – одна из ценных экспозиций музея. Это письмо от римского императора Септимия Севера жителям города Сьедра. Про Сьедру расскажу в следующем видео. В этой стеле император хвалит жителей Сьедры. Для вас я тут выделил имя Септимия Севера, название города Сьедра. А тут интересная находка из морского порта Антиохии от Крагум. О нем тоже расскажу в следующем видео. Этот Пегасус из бронзы буквально приветствовал меня. Не так ли? Здесь много находок, связанных с морем, которые говорят об истории прибережных городов этого региона. Вот еще один бесценный экспонат. Этот пустотелый бронзовый статую Геракла был случайно обнаружен у местного фермера, который хотел его продать. Его место находки так и осталось неизвестным. Но Геракл сейчас находится в зале вместе с еще одной находкой из Сьедрой. Таким образом создана интересная картина с дополняющими друг друга элементами. Триктрис рассказывает, как целую неделю эта статуя была показана жителям Алани. Она была на пикапе, который разъезжал по всем улицам города. Вот стоит первая из общей картины. Это постарелый Геракл, который стоит усталый, но довольный после успешного выполнения 12 заданий. А второй элемент – это сюжет в виде мозаики, который отражает историю о похищении Хиласа, Нимфеемы. Молодой Хилас был помощником Геракля и сопровождал его во время похода аргонавтов во главе Ясана, которые отправились найти золотое руно. Во время перевала Нимфеи похитили Хиласа. Его поиски не дали результата. Расстроившись, Геракль вернулся назад. Вот такая история. И правильно, что оба экспоната находятся в одном зале. Продолжаем. Вот еще одна совершенно свежая находка из того же города Сьедра. Этот саркофаг был найден буквально два дня назад до этого и был размещен в музее утром вчера. Вот почему я говорю, что этот музей надо сходить. Ибо раскопки в ближайших античных городах продолжаются. И почти каждый день запасы музея пополняются. Этот саркофаг был сделан для юноши или ребенка. Крыша, к сожалению, не был рядом. А эти маленькие саркофаги называются Астатеком. А здесь хранились прах усопшего после кремации. А на этом надгробии изображены муж и жена в знак вечной любви. Тут мы видим предметы украшения. Один из них особенно привлек мое внимание. Вот это зеркало. Я на него долго смотрел, ибо свет очень интересно разыграло на поверхности этого зеркала. Заодно в голову пришла мысль задать вопрос. «Зеркало, зеркало, скажи мне, кто самый лучший гид в мире?» Оно отвечало. «Безусловно, самый лучший гид в мире – это ты. Но в соседнем городе есть еще один гид, который куда лучше, чем ты». «Эх ты, зеркало, когда же ты говорила правду!» Тут мы видим редкие и уникальные керамические плитки из эпохи сельчуков. На этой плитке написано имя одного из правителей сельчуков – Аладдина Кейкубата. Еще один уникальный экспонат музея. На этой монете нарисована портрет Аладдина Кейкубата, что является редкостью. Причем ученые установили, что портрет был нарисован, смотря на настоящего живого правителя. Как и во всех музеях, и здесь есть отдел с монетами. Тут мы видим монеты из римской эпохи. А тут монеты из античного города Милет. Милет известен, что был городом, где родилась философия. О нем как-нибудь расскажу. А тут мы видим монеты эпохи султана Мехмета Сдавоевателя. В атаманской империи такие монеты назывались как Акча. Напоследок монеты из Византийской империи. Тут мы видим несколько блоков с надписями из сельчугской эпохи. А эта надпись посвящена одному из правителей Караманоллеры, Эмиру Караману. Эта интересная конструкция использовалась для выжима оливкового масла. А эту фотографию я нашел из интернета. Это из города Люрботон-Коме. Он недалеко от Анталии, кстати. Кусочек слева видно. Здесь испокон веков занимались производством оливкового масла. Люрботон-Коме был производственным городком с населением чуть свыше 300 человек. Хозяевом этого городка были два братья из города Перге. Вот такие столбики с надписями показывали, где вы находитесь и какие города находятся вблизи. Тут можно было узнавать и расстояние до них. Этот столбик привлек мое внимание, ибо на нем я прочитал имя Хекате, одна из главных богин Анатолий. Тут к нам присоединяется еще один важный человек. Мы слушаем начальника раскопок в крепости Аланьи, профессора доктора Усмана Эрафшары. Он шутливо здесь говорит, что Гид это тот человек, который обо всем знает, но не является специалистом ни в одной из областей. А председатель палаты гидов Анталии Мустафа дополняет его. Он говорит, что да, может быть это так, но Гид это тот человек, как мост между наукой и с обычными людьми. Как раз Гид и рассказывает на понятном обычному человеку языке научные достижения в области истории и археологии. После музея потихоньку идем на канатную дорогу, которая нас доставит на вершину крепости Аланьи. Тут я нахожу еще одно зеркало, которое показывает все как есть. Смотря как эти кабины медленно двигаются, мне кажется, что до вечера мы доедем до точки назначения. Но это оказывается сделано специально для того, чтобы люди могли сесть и выходить из кабины. А крейсерская скорость кабины такова, что через 5 минут мы уже были на вершине. Пока наслаждаемся красивыми видами западной части Аланьи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Но это тема для другого материала А нам надо торопиться Ибо почти вся группа уже в раю А мы чем хуже Пошли А реально Мы действительно в раю Продолжаем. Здесь мы уже внутри цитадели. Это место как сердце крепости Аланьи. Здесь устроены таблички, где последовательно можно узнать историю Аланьи. А позади церковь, построенная в византийскую эпоху. Мы к ней позже подойдем. Перед тем как продолжить, мы делаем перевал. Здесь нет ресторанов, только несколько мини-маркетов, где можно купить воду и печенье. Цены не космические, а нормальные, земные. Так что перед тем как подняться к стадели, надо запастись. Мы готовили дома сэндвичи, которых не станет скоро. Я поспешил этим делом, ибо во время перевала хочу успеть снимать кое-что, с чем я оставляю вас наедине. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Основная функция была защита В древности люди подходили к делу с умом Да, башня была построена в целой защитой Но в нем еще была размещена цистерна Вот так вот А сейчас мы пойдем на верфь Как бы не звучало странным Но я побывал в Алане много раз Но на верфь иду первый раз Верф обустроена как открытый музей Тут можно посмотреть на инструменты Которые использовались для строительства кораблей Подъемники и так далее Субтитры создавал DimaTorzok 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 В конце этого выпуска я покажу фотографии несколько цветков с названиями. Как говорят, они свойственны этому региону, то есть растут только в этих краях. Усталый, но довольный, возвращаемся домой. Сюда вернемся еще. На этот раз поедем дальше от Алании до античных городов Сиедра, Селинус и Антиохия от Крагум. Совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok